МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Количество лагерей осталось практически на уровне прошлого года. А вот количество дней в смене изменилось. Тенденция загородного отдыха сейчас такова, что родителям малоинтересна оздоровительная смена на 21 день. Более привлекательны профильные смены 14, 16, 18 дней. Это мировой тренд. Лагерь во всем мире нездоровительный. Лагерь во всем мире продолжения образования, продолжения школы или продолжения воспитания ребенка. Достаточно популярная программа – это интеллектуальная программа, это спортивная программа, это естественно-научные программы, это смены с гуманистических каких-то ценностей. Что касается стоимости путевок в загородное лагеря, то она слегка поднялась на полторы-две тысячи. Средняя цена в загородный лагерь Пермского края на смену в 21 день составляет 25-27 тысяч рублей. Как и в предыдущие годы, родители могут рассчитывать на бюджетную поддержку, либо на компенсацию, или на сертификат. Размер поддержки зависит от уровня дохода в семье. Стопроцентная компенсация из бюджета составляет 19 тысяч 742 рубля. Компенсация отличается от сертификатов только тем, что родитель сначала приобретает путевку, ребенок отдохнул, и он сдает отрывной талон от путевки и договор, и документ, подтверждающий оплату на компенсацию. А сертификат наоборот. Сначала сертификат, и как ценная бумага дается. Компенсация распространяется на все детские оздоровительные лагеря, санаторные, палаточные, дневные, не могу сказать точно, на территории Пермского края и за пределами Пермского края. Итак, компенсация положена и в том случае, если ваш ребенок отдыхает в загородном лагере за пределами Пермского края, например, на Черном море. К слову, стоимость путевки в загородные лагеря той же Анапы начинается от 29 тысяч рублей за смену в 21 день.